Объект Мородыковский не первый, который посетил Михаил Бабич. В нашем регионе пал предпрезидента второй день и накануне с руководителями промышленных предприятий обсуждал вопросы импортозамещения. В Кирово-Чепеске совещание прошло на заводе минеральных удобрений. И перед тем, как сесть за стол переговоров, Михаилу Бабичу презентовали мощности самого крупного промышленного предприятия региона. Сейчас строим новый цех стоимостью почти 1 миллиард рублей и с мощностью 95 тысяч тонн в год. Цеха, где производят нитрат кальция, аммиачную селитру и аммиак, руководители завода минеральных удобрений и в целом компании «Уралхим» презентуют полпреду президента России в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу. Именно здесь, в Кирово-Чепецке, выпускают больше 10 марок минеральных удобрений, которые успешно реализуются за границей и на территории нашей страны. Кирово-Чепецкий фериал компании «Уралхим» – одно из крупнейших предприятий региона. Год от года растет производительность труда, увеличиваются финансовые показатели и объемы производства. Так происходит, потому что на предприятии успешно реализуются программы модернизации, ежегодно внедряются многомиллионные инвестиционные проекты. После экскурсии – совещание. На завод в Чепецк приехали руководители практически всех промышленных предприятий области, чтобы с полпредом президента обсудить вопросы импортозамещения. Нам предстоит с вами разобраться, что у нас на этом этапе получилось, что мы смогли сделать, в чем мы смогли разобраться, а в чем есть проблемы, которые необходимо в ближайшее время разрешить. Больше двух с половиной часов предприниматели обсуждали с представителями власти проблемы, с которыми приходится сталкиваться, а также наметили пути их решения. Результатом остались довольны и промышленники, и чиновники. Каждое предприятие высказалось, каждое предприятие обозначило свои проблемы. Разговор очень, как мне казалось, полезный, двухсторонний полезный. Полезный для бизнеса, полезный для представителей власти. И традиционно, вот те решения, которые мы сегодня выработали, о которых мы говорили, мы будем совместно реализовывать. Губернатор Никита Белых добавил, что также собирается продолжить общение в подобном формате, то есть лично с каждым предпринимателем-промышленником, в режиме текущих региональных совещаний. А это значит, что проблемы, которые сегодня были озвучены, начнут решаться не только на федеральном уровне, но и на местном.